Пояснительная записка к мифу номер 28 У некоторых читателей, вызвало недоумение отсутствие инстинкта у человека и в качестве примера приводит инстинкт самосохранения и материнский инстинкт. У человека есть врожденная потребность самосохранения, но нет соответствующего побуждающего акта, универсального на все случаи жизни, который бы всегда типично удовлетворял эту потребность. Человек более высоко организован и способен подстраиваться под меняющиеся условия. И снова понижаем градус, приведу пример, что происходит с инстинктом самосохранения, когда мальчик сиганул с 16 этажа высотного здания. Почему летчик направил свой самолет на вражескую колонну? Инстинкт сломался или мгновенно изменился? Каждому инстинкту свойственно специфическая завершающая реакция. У человека нет врожденных схем реагирования, следовательно, нет инстинктов, даже материнского. Неродивая мамаша, утопила младенца в сортире, чтобы скрыть факт наличия ребенка. Временное помутнение и материнский инстинкт куда-то пропал у конкретной особи человеческого вида. Если бы инстинкт был, то, один, включался бы у всех два, не было бы школ материнства, на которых обучают тому, как кормить грудью и ухаживать за ребенком. Три. В детско-родительских отношениях не было бы вариативности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова